МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа о главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Увеличивая экспорт, на Чебоксарском городском молочном заводе заработала новая линия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ярче и экономичнее в Доме правительства обсудили модернизацию систем освещения. Новая орбита города-спутника. В Реуглавой республике Олег Николаев побывал в Новочебоксарске. С начала пандемии коронавируса в республике проверили более 56 тысяч человек. У трех с лишним тысяч подтверждена инфекция. 15 человек скончались, около полутора тысяч выздоровели. Город Ядрин и Ядринский район по-прежнему в числе проблемных муниципалитетов по количеству зараженных. С 26 мая в Ядрине и Ядринском районе ограничены въезд и выезд. Увеличено количество мобильных групп. Закрыты предприятия торговли, розничной и уличной. Полностью приостановлена сфера услуг. Эта вынужденная мера уже дала свои результаты. Масочный режим уже подходит 90%, если так можно. Плюс предприятие, которое торговлей работает, это прежде всего продовольственная группа, соблюдает все меры безопасности. Ну и сейчас полный контроль за контактными лицами, которые контактировали с больными. Поэтому это, я считаю, уже дало свои результаты. На сегодня пока о стабильности, конечно, рано говорить, но уже есть не такого большого роста количество заболевших. А количество выздоровевших растет с каждым днем. На сегодня уже 144 человека выздоровели и 190 заболевших. По данным Минздрава Чувашии, в Ядринской центральной районной больнице начнут лечить коронавирусных пациентов из Ядринского, Аликовского и Красночитайского районов. Для приема больных дополнительно подготовили 70 мест. Таким образом, общее число коек для ковид-больных в республике увеличилось до 1547. Большая часть находится в Чебоксарах и Новочебоксарске. Также под ковидный центр недавно переоборудовали родильное отделение в Алатарской ЦРБ. По данным, на 3 июня в республике были свободны 224 койки. Ольга Алексеева, Рифат Фадкулин, Юрий Марков, Республика. Для медицинских специалистов, работающих с ковид-пациентами, утвержден льготный порядок формирования пенсионного стажа. Работа во время пандемии будет засчитываться в стаж в трехкратном размере. Сведения о трудовой деятельности медработников, оказывающих помощь пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее, будут подавать работодатели в территориальные органы пенсионного фонда. В Чувашии обсудили возможности модернизации системы освещения. Совещание провел в Рио главы Чувашии Олег Николаев с представителями Международной светотехнической корпорации BL Group. Современные технологии, предлагаемые корпорацией, позволят в разы сократить расходы на электроэнергию и в то же время не экономить на освещении улиц ночью. Сотрудничество Чувашии с крупнейшей корпорацией может стать еще одним примером государственно-частного партнерства. Инвесторы предложили разработать в республике комплексную программу модернизации систем уличного освещения и не только. Мы можем очень быстро провести модернизацию света во всех учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социальных учреждениях и добиться не только энергетической эффективности, но еще и обеспечить нормативность освещенности. Концессия – дело не быстрое, но у нас есть в том числе юридические механизмы, которые позволят, скажем, скомпоновать вначале, например, лизинговую схему и потом ее заместить в концессии. Потому что концессия, она позволяет не только поменять свет, но и создать новый свет, и сделать весь необходимый ремонт всей системы. Преимущество новейшего умного освещения – длительный срок службы и простота в техобслуживании. Мне кажется, то, что вы предлагаете, это очень здорово, современно и может быть полезно для наших городов, прежде всего в столице. Сегодня Чебоксары тратят на освещение около 100 миллионов рублей в год. И это не считая содержания сети. В Рио главы Чувашии Олег Николаев отметил, предложение холдинга будет прорабатываться. Рифат Фаткулин, Республика. В Новочебоксарске в следующем году откроется кордодром, продолжится реконструкция спорткомплекса, а сам город, возможно, получит статус территории опережающего социально-экономического развития. Это и многое другое обсуждали сегодня в ходе рабочего визита в Рио главы Чувашии в Новочебоксарск. Кордодрому быть. Авиамодельный кружок в Центре развития творчества детей и юношества Новочебоксарска работает больше 30 лет, а обустроенного кордодрома у них до сих пор нет. Площадка была выбрана еще в 2012 году. Тогда же началось строительство. Но работы прервали судебные разбирательства с собственностью на землю. На разрешение вопроса понадобились годы. Наш Новочебоксарский авиамодельный клуб «Чайка» он занимает призовые места и уже не первый год становится победителем-призером всероссийских соревнований по авиамоделированию. На сегодняшний день в кружке у нас занимается 75 детей. Такая площадка нам тоже очень нужна для того, чтобы попробовать силы и уже когда мы приезжаем на какие-то всероссийские соревнования, то есть понимать, на какой площадке ребята будут летать, необходимый диаметр, необходимая высота и так далее. Сейчас участок по праву принадлежит Центру творчества. По поручению Олега Николаева администрация Новочебоксарска определила подрядчика, который на этой неделе начнет работы на площадке. Деньги в размере 290 тысяч рублей выделила одно из предприятий города. Стоимость всего объекта – около 8 миллионов. После того, как в этом году будут проведены подготовительные работы, мы на следующий год обязательно найдем возможности довести все предусмотренные проектом мероприятия для того, чтобы на следующий год дети получили по-настоящему современный объект. Школа Олимпийского резерва номер 3 в Новочебоксарске – один из важнейших спортивных объектов не только города, но и республики. Инфраструктура позволяет проводить здесь соревнования, тренировочные сборы более чем по 35 видам спорта. Поэтапная реконструкция школы ведется с 2006 года. С тех пор отремонтировали 50-метровый бассейн, легкоатлетический манеж. Сейчас разработана проектно-сметная документация по утеплению фасада здания и ремонту четырехзального блока. Реконструкции ждет и гостиница для спортсменов. Общая стоимость проекта – 277 миллионов рублей. На этот год мы планируем буквально в ближайшее время закончить экспертизу проектно-сметной документации. Деньги в размере 135 миллионов рублей заложены в бюджет Чувашской республики на реализацию соответствующих строительно-монтажных работ. И, конечно же, после таких работ этот спортивный комплекс будет уже совершенно иной как по внешнему виду, так и по внутреннему оснащению. И, конечно, спортсмены получат совершенно иные условия для повышения своего профессионального мастерства. На химпроме в Рио главы Чувашии посмотрел производство гипохлорида кальция – широко распространенного реагента для обеззараживания и очистки воды и водопроводных сооружений. Оно было запущено в 2018 году. Сейчас здесь готовится площадка под производство 60-процентной перекиси водорода антрохиноновым методом. В России это пока единственное производство. Ее можно будет использовать в медицине, текстильной, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, космической отраслях. Олег Николаев побывал и на Новочебоксарской ТЭЦ-3. Компании исполнилось 55 лет. Она обеспечивает теплом и горячей водой весь город. На предприятии готовится к следующему отопительному сезону. Идет капитальный ремонт одного из котлоагрегатов. Все работы закончат в межотопительный сезон. Нами подана заявка на создание на территории города Новочебоксарска территории опережащего социально-экономического развития. Такие планы мы наметили в рамках реализации наших мероприятий по индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашской республики. И поэтому у нас такой шанс есть. И в принципе нам даже подтвердили, что в ближайшее время, возможно, уже будет утверждена наша заявка. Еще в Новочебоксарске в ближайшие годы может появиться индустриальный парк. Уже известны 8 резидентов, которые готовы инвестировать в новые производства в городе. Отметил Олег Николаев. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. По данным Центра агроаналитика, Чувашия вышла на третье место среди регионов России по поставкам молочной продукции на экспорт. Специалисты ведут еженедельный мониторинг. Основной объем приходится на Чебоксарский городской молочный завод. Сегодня там заработала новая линия. С конвейера будут сходить ультрапастеризованные молочные продукты. Большой срок годности позволяет вывозить молоко, кефир, ряженку, сметану и другие продукты за границу. Новое оборудование может переработать до 100 тонн в сутки. Первую партию решили отправить в Федеральный центр травматологии, где сейчас проходит лечение пациента с диагнозом COVID-19. Производство работает на местном сырье. Это гарантия качества, считают специалисты отрасли. И здесь важна выверенная ценовая политика. Ведь в так называемый период большого молока сырье закупается по низким ценам. Продавать его предприятиям переработки личным подсобным хозяйством становится невыгодно. Сельчане ждут поддержки от государства. До понедельника-вторника мы необходимую работу произведем. То есть необходимая работа состоит из нескольких составляющих. Первое – это выработка механизма и правил определения форм и методов поддержки. Второе – это определение источников финансирования этих затрат. Ну и третье – механизм или логистика доведения до получателей этой формы поддержки. Александр Соловьев, Юрий Марков, Республика. В Чебоксарах в микрорайоне солнечные дорожники восстанавливают уплывшие тротуары. Когда закончат ремонт, знает Рифат Фаткулин. Дорогу по улице Сломасы и бульвару Солнечный открыли в декабре прошлого года. А уже весной жители микрорайона увидели просевший тротуар. Причем настолько, что ходить по нему стало небезопасно. Жалобы, которые жители микрорайона размещали в соцсетях, дошли до врио главы республики Олега Николаева. Пришлось строителям возвращаться на объект спустя полгода. Подрядчики работали в сложное время. Здесь сложные условия были. На перепаде высот больше 20 метров. А также на слиянии двух рек и вдоль русла рек. Что усложняло работу. В процессе работ были обнаружены слабые грунты. В связи с тем, что это вдоль русла рек прокладывалось. А в проектной документации не учтено. А также были обнаружены многие коммуникации, которые также не отражены в проекте. Родники. И мы видим на сегодня, что в рамках гарантийных обязательств подрядная организация «Элитстрой» и также подрядная организация «Дорекс» полноценно приступили к работам, к восстановлению. Повторяюсь, в рамках гарантийных обязательств. Видим, что работа идет. С задачей подрядчики справились уже на 85%. Полностью разобрано асфальтобетонное покрытие. Восстановлены столбы ограждения на локально очистных сооружениях. Все недочеты дорожники должны исправить до 15 июня. Рифат Фадкулин, Республика. В эти выходные по православному календарю родительская суббота и троица. Но из-за пандемии кладбище посещать не рекомендуют. Ограничительные меры действуют до особого распоряжения в Рио главы региона. Сейчас на кладбищах перекрыты входы, на территориях дежурят мобильные группы. В населении, в принципе, массы своей больше знает, что запрещено, запрещено. Тут и епархия выступила, телевидение, то есть средства массовой информации. На каждом кладбище будут лица ответственные от районной администрации, от сельского поселения, депутатская группа, актив. Ну и правоохранительные органы, прежде всего, это сотрудники МВД, по возможности будут объезжать территории, предупреждать и профилактировать, чтобы эти дни праздничные все же люди провели дома. Около 6 тысяч школьников Чувашии приняли участие в пригласительном этапе Всероссийской Олимпиады по приоритетным направлениям стратегического развития страны. Она проводилась дистанционно на платформе Sirius Online образовательного центра Sirius. Математик, информатика, физика, химия, биология и астрономия. Пригласительный этап Олимпиады прошел по приоритетным дисциплинам. 400 тысяч школьников со всей страны решали олимпиадные задачи, особо сложные разбирали с ведущими педагогами. Организаторы отметили самые активные регионы, в их числе и Чувашская республика. По итогам пригласительного этапа Олимпиады школьники с самыми лучшими результатами станут участниками очных программ образовательного центра Sirius и центра одаренных детей и молодежи Эдкер Минобразования Чувашии. Артисты Чувашской государственной академической симфонической капеллы стали участниками третьего международного онлайн-фестиваля «Адмиралтейская звезда». Он прошел в Санкт-Петербурге. Раскрытие потенциала сохранения самобытного народного творчества, знакомства с новыми тенденциями – цель фестиваля. По его итогам, артист оркестра Чувашской государственной академической симфонической капеллы Анжелика Сидоровал взяла серебро в номинации «Инструментальная музыка». Екатерина Николаева стала лауреатом первой степени в направлении «Оригинальный жанр и инструментальная музыка» и она же взяла гран-при третьего международного онлайн-фестиваля «Адмиралтейская звезда». Это были новости четверга. До встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин